Тем, что в Казанском, ныне Федеральном университете когда-то учился Владимир Ильич Ленин, вряд ли кого-то удивишь. Хотя бы просто потому, что не зная этого факта, можно о нем догадаться. Уже долгие годы высшеучебное заведение носит его имя. История зданий Казанского Федерального университета окутана пеленой легенд и местных баек. Какие из них относятся к главному зданию, предлагаю разобраться вместе. Начался Казанский университет с Казанской императорской гимназии. В дальнейшем она была объединена с Тенишевским домом. Длинный коридор в лучших традициях анфилатной системы пролегает через весь корпус. Полностью этот проект реализован был лишь в начале 1820-х годов под руководством архитектора Петра Гавриловича Пятницкого и при содействии выдающегося нашего ректора и ученого Николая Ивановича Лобачевского. Получилось единое длинное здание Казанского университета, главное, которое мы видим и по сей день. Его длина составляет 160 метров, три портика, 12 колонн посередине и по шесть, соответственно, по бокам. Все они ионического ордера. Большая часть истории о главном здании связаны с именем Владимира Ленина. После того, как его брат был казнен за попытку покушения на Александра III, семья подверглась, как это сейчас называют, репрессиям. Поступить в Казанский университет ему удалось не сразу. Став студентом Владимир Ульянов подписал документ, согласно которому обязался не вступать в запрещенные организации и кружки. Нарушил соглашение он практически сразу же. Вступил в симбирское землячество. Здесь Ленин начинает изучать революционную литературу, впоследствии принимает участие в студенческой сходке. Вообще, год поступления Ленина был связан с массовыми волнениями против новых университетских порядков. Казанские студенты составили петицию. В перечень их требований вошли снижение платы за обучение и отмены студенческой формы. С этой петиции 4 декабря 1887 года они отправляются в актовый, ныне императорский зал. Хотели войти через основные двери, но они были закрыты. Ректор знал об организации сходки, но студенты народ смышленый. Догадались спуститься на первый этаж, пройти по коридору, подняться по другой лестнице, войти вот через те вот краски двери. Они были открыты, вели на юридический факультет, ведут туда и сейчас. Вбежали сюда, потребовали к себе ректора. Ректор не приходит, приходит инспектор студентов, он следил за их поведением. Его фамилия была Потапов. Они дают ему пощечину, по другим источникам чуть ли не избивают и отправляют его вон. Приходит ректор Кремлев, его фамилия, 4 часа уговаривает студентов успокоиться. В это время университет по периметру оцепляет корпус жандармов, ждут, что начнется вооруженное восстание. Студенты понимают, что уже ничего не добьются, ректор с ними не соглашается, и поэтому демонстративно бросают свои студенческие билеты на стол. Говорят, что они выходят из состава университета, то есть отчисляются. Спустя некоторое время Владимир Ульянов совершал попытки вернуться в ряды казанских студентов. Но, увы, все они оказались безуспешными. Окончил свое обучение он уже в Санкт-Петербурге. Хотя Владимир Ленин и был отчислен из Казанского университета, сейчас он является одним из важнейших его символов. Внутри здания и напротив его входной группы установлены памятники молодому Ульянову. Одно из самых знаковых мест в здании – мемориальная аудитория юридического факультета, а точнее парта, которая в нем расположена. За ней сидел некогда студент Казанского университета Владимир Ульянов. Чуть поодаль располагается парта Льва Николаевича Толстого. Многие, углубляясь в историю со студенческой сходкой, забывают о том, что в стенах Казанского университета учился и Лев Николаевич Толстой. Со столицы Татарстана его связывает многое. Здесь он раскрыл свой актерский талант. Нигде-нибудь, а в том же императорском зале. С главным зданием связаны и имена многих выдающихся ученых. В годы Великой Отечественной войны оно стало пристанищем для эвакуированных академиков и научных сотрудников из Академии наук, а также порядка 33 учебных учреждений Москвы и Ленинграда. Здесь стоят кровати, огорожены простынями, академики здесь живут. Среди этих академиков были впоследствии выдающиеся ученые, в частности, Ландау, Капица, Курчатов, Виноградов, то есть все такие выдающиеся деятели. Все они жили именно здесь, в зданиях Казанского университета. И что интересно, эвакуация Академии наук СССР, она повлияла на дальнейшее развитие Казанского университета. В частности, несколько историков, которые были выкурены сюда, они заложили основы для кафедры истории, собственно, доисторического факультета нашего университета. Учились и трудились в главном корпусе Казанского университета Николай Иванович Лобачевский, Иван Михайлович Симонов, Карл Федорович Фукс и Александр Михайлович Бутлеров. Сейчас главное здание Казанского университета является историко-культурным, градостроительным и архитектурным памятником России. Он включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Маргарита Михайлова, Фарид Защитоглы, Александр Кузнецов. Универньюс.